Начинать нужно именно с ваших ключей, оптимизация ваших роликов, ссылки на ваши соцсети, монтаж, то, как вы снимали, о чем вы говорили. Нужно уделять внимание оборудованию, рекламы инстрим, рекламы дискавери и 80% успеха уже вам гарантировано. Накрутка подписчиков это нелегальный процесс, однако всех интересует, как это сделать. Все хотят получить успешный YouTube канал, хотя бы такой же, как у нас. Все хотят получить и собрать нужную им целевую аудиторию и даже пытаются продавать с помощью YouTube канала. Наверняка вы пришли сюда за тем, чтобы узнать, с помощью каких программ и сервисов можно накрутить подписчиков. Стоп! Это вам точно не нужно и точно не поможет. Да, действительно существует куча сервисов, куча программ, с помощью которых вы можете накрутить как подписчиков, так лайки, комментарии, даже дизлайки на видео конкурентов, однако все это не работает. Почему? Об этом я вам расскажу ближе к середине данного ролика. А этот ролик направлен больше для тех людей, которые хотят создать свой YouTube канал, однако они не знают, как привлечь нужную аудиторию нужных подписчиков для своего бизнеса. Ну а пока я не начала, не забудьте подписаться на наш YouTube канал. Меня зовут Алена Полихович и сегодня я расскажу вам 8 шагов, как построить успешный YouTube канал и как полностью легально нарастить кучу подписчиков на ваш канал. Сегодня я расскажу вам прям пошагово всю стратегию. Если в 2021 году ваш бренд еще не создает контент на YouTube, у меня для вас плохие новости. Ведь YouTube это второй в мире сайт по посещаемости. Практически 1 миллиард просмотров приходится именно с мобильного трафика, а это означает, что 37 процентов всего мобильного интернет трафика приходится на YouTube. 73 процента взрослой аудитории США постоянно проводят время за просмотром в YouTube. И где-то в среднем человек тратит 40 минут в день для того, чтобы просмотреть ролик на YouTube. Между прочим, 16 процентов всей аудитории США составляют именно трафик всего YouTube. Сервисы YouTube представлены в 100 странах на 80 языках. Только представьте, 265 миллионов активных пользователей YouTube проживают постоянно в Индии. Если вы думаете, что цифры не растут, вы ошибаетесь. Цифры растут постоянно. Вместе с просмотрами растут также и доходы самого YouTube. Только за первый квартал 2020 года YouTube получил выручку в 4,4 миллиарда долларов, а это на 33 процента больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Как же попасть в этот безумный поток контента и занять свое место под солнцем? Если вы думаете, что у вас ничего не получится и не выйдет, вы ошибаетесь, вы точно не правы. Мы раньше тоже так думали, однако у нас сейчас 25 тысяч подписчиков и мы не собираемся на этом останавливаться. Во-первых, вы должны прекрасно понимать, что ваш контент, скорее всего, уже существует и в YouTube в том числе, но вряд ли вы первый на рынке. Если вы только начинаете снимать свои видео, скорее всего, до вас уже кто-то пытался снимать подобные ролики на похожую тематику, а возможно, кто-то продолжает делать это довольно-таки успешно. Вам просто нужно смириться с этим. Ну и как это проверить, что по вашей теме действительно уже полно контента? А для этого вам нужно собрать поисковые подсказки, ключи, проверить их трафик и, конечно же, вбить их в сам YouTube. И таким образом вы увидите, что уже существует куча контента по вашей тематике. Этот этап сейчас первый – это позиционирование вашего канала, и он один из самых важных. Без него невозможно двигаться дальше. Во-первых, что вам нужно сделать? Вам нужно найти каналы ваших конкурентов по вашей тематике. Для этого, когда вы вбиваете высокочастотный ключ запроса в YouTube, в настройках поиска вы ставите галочку на каналы. Находите все топ-каналы ваших конкурентов, заходите на каждый из них, просматриваете, выделяете именно популярные видео по вовлеченности, пропускаете маркетинговые видео, именно те, которые, скорее всего, получали просмотры и занимают топ-1 не за счет поиска, а за счет того, что они размещены на сайтах и блогах. Дальше вы считаете вовлеченность самых популярных видео на каналах ваших конкурентов. Я напоминаю, что есть два способа посчитать вовлеченность. Во-первых, это отношение вашей аудитории к видео, то есть выделите количество просмотров на количество подписчиков. И если эта цифра больше нуля, поздравляю, над этим видео стоит подумать, просмотреть и взять его себе на заметку. Вторым способом вы делите количество комментариев, лайков на количество просмотров. И если у вас эта цифра составила больше 3%, значит это видео точно получает трафик, и оно точно не накрученное, и оно представляет для нас ценность, интерес для того, чтобы мы взяли за основу данный ролик и пытались снять что-то свое на похожую тематику. Запомнили? Именно так мы ищем потенциальные темы для первой череды наших роликов. Дальше нам нужно определиться с позиционированием нашего канала и ответить на следующие 4 вопроса. Во-первых, какой канал вы создаете? Для кого? Какого формата будут видео? И будет ли ваши ролики смотреть только вы, ваша мама, или все-таки вашим клиентам будет тоже интересно посмотреть ваши видеоролики? Если вы не ответили утвердительно на эти вопросы, тогда мы возвращаемся с вами в самое начало и снова начинаем анализировать конкурентов. Поверьте, почти 50% наших клиентов проваливаются именно на этом этапе. Как бы мы ни старались им объяснить, что без этого шага двигаться дальше просто невозможно. Второй шаг – это размер аудитории. Сколько же максимально можно набрать подписчиков? Один из самых популярных YouTube-блогеров имеет 160 миллионов подписчиков. Однако вам точно не нужно столько. И запомните, количество не равно качеству. Конечно, вы можете накрутить кучу подписчиков с помощью программ и всевозможных сервисов. Однако это не подымет ваш канал в топ, это не поможет вашим продажам, не поможет вовлечению и узнаваемости. Более того, вы просто добавите себе головной боли и можете вообще попасть под санкции и просто разрушите все то, к чему вы шли семимильными шагами. Почему накрутка в 2021 году не актуальна? Во-первых, боты никаким образом не влияют на ваше вовлечение. Во-вторых, если аудитория заподозрит вас в том, что вы накручиваете подписчиков, она навряд ли будет к вам лояльна. Конечно, вы можете просто попасть под санкции, вас могут просто заблокировать. Ну и, конечно же, самое печальное, это еще то, что ни крупные бренды, ни ваши клиенты, возможно, потенциально не захотят просто с вами сотрудничать. Существует множество платных сервисов, которые накрутят вам подписчиков, однако в этом видео мы стараемся вас от этого отговорить. Поверьте, они действительно не принесли еще никому успеха. Также помните, что ваша аудитория достаточно ограничена. Если вы проанализируете конкурентов, то вы найдете, конечно, каналы, у которых будет достаточно подписчиков. Но также вы найдете и те каналы, у которых подписчиков будет в разы меньше. То есть, если вы нашли канал, у которого 100 тысяч подписчиков, поверьте, вы найдете из десятка два или три канала, которые еле насобирали свою тысячу. И ваша задача как раз-таки приблизиться хотя бы на 20% именно к тому каналу, кто имеет 100 тысяч подписчиков и оставить позади тех, у кого есть тысяча и то даже меньше подписчиков. Следующий шаг это контент планирования. YouTube обрабатывает в месяц почти 3 миллиарда запросов. И, конечно же, контент планирования здесь важно. Это говорит о том, что вы не можете снимать ролик, который вы хотите просто так. Нет, вы должны снимать тот ролик, который хочет ваша аудитория. Например, сценарий к этому ролику писало 2 человека. Материал собирала полностью я, а утверждала его целых 3 человека. Без контент планирования просто никуда. Конечно, да, вы можете пытаться сделать все в одиночку, как это делает, например, Птушкин. Однако и у него это занимает довольно-таки большое количество времени. Для того, чтобы начать заниматься контент планированием, вам необходимо найти для начала ключевые слова, снять трафик этих ключевых тем, тегов, посмотреть, какие видео уже есть по этим ключам, замерить их теги, посмотреть их кронометраж и так далее. Ну и, конечно же, набросать контент план хотя бы на первые 2-3 ролика вперед. Помимо того, как вы изучите видео по ключам, теги, хронометраж, также не забывайте про расшифровку от самого YouTube, потому что YouTube каждому видео предлагает расшифровку текстовую, где можно прочитать, о чем будет говорить спикер. И важное внимание уделяйте именно хронометражу. Посмотрите, сколько времени ролик у вашего конкурента и постарайтесь сделать ролик длиннее, чем у него. Спасибо, где? После этого по этим же ключевым словам поищите статьи в интернете, также подкрепите экспертным мнением, своим мнением и 80% успеха уже вам гарантировано. Продумайте также монтаж ролика, что, зачем вы будете говорить, потому что если вы будете снимать все экспромтом, то есть риск того, что вы просто забудете кучу важных дат, например, цифр, каких-то интересных фактов и так далее. И помните, вы можете сделать важное для нас. Это, конечно же, нажать лайк под этим видео, подписаться, нажать на колокольчик и потратить время для того, чтобы написать нам комментарий. Шаг четвертый – это монтаж и сценарий. Большинство людей покидают ролик сразу же через 10 секунд, если в первые 10 секунд ролик их просто не заинтересовал. Именно тут вы понимаете, что ваш монтаж, качество съемки, манера речи – это все безумно влияет на то, будут ли просматривать ваш ролик или нет. Ну а первые 10 секунд так важны, что они могут просто похоронить ваш YouTube-канал. Размещение вашего видео на YouTube, конечно же, не гарантирует вам просмотров. Однако, если вы хотите начать, просто помните, что 33% пользователей, как минимум, предпочитают проводить время онлайн. Ну и, конечно же, вам нужно уделять внимание оборудованию. Для начала вам будет достаточно зеленого экрана, ноутбука, петлички – это все. Однако, со временем ваши аппетиты будут расти. Вы купите, возможно, не одну камеру, несколько объективов к ней, несколько петличек. Возможно, даже приобретете дрон, и просто видео с экрана вам будет не хватать. И все решает действительно первые 10 секунд, а также качество вашего видео. Сейчас качеством 720 вам никого не удивить. Ну и, конечно же, ваша манера речи, и, я повторюсь, снова монтаж, то, как вы снимали, о чем вы говорили, все это решает очень многое для вашего будущего YouTube-канала. Но, конечно, вы должны помнить, что не все приходит сразу, и первые ролики могут быть провальными. Это абсолютно нормально, и лекарства для этого есть. Это называется практика, практика, еще раз практика. И, конечно же, ваше огромное желание иметь успешный YouTube-канал. Следующий шаг – это, конечно же, создание канала, потому что канал тоже нужно оформить. Обычный, пустой, непривлекательный канал, он никому не будет интересен, и никто не захочет на нем остановиться и подписаться. Поэтому это очень важно. И если у вас канал бренда, то не забывайте сразу же создавать канал именно бренда. В своих предыдущих роликах Николай говорил, как это сделать правильно. Ссылку я оставлю, конечно же, в описании. Количество каналов измеряется шестизначными цифрами и растет просто на 40% каждый год. Поэтому очень важно уделить внимание именно на этом этапе, именно на создании канала. Для начала, конечно, начните с логотипа и сделайте достаточно узнаваемый логотип, который будет использовать ваши фирменные цвета, которые вы используете на своем сайте, например. Достаточно простой, но который будет яркий и бросаться и запоминаться в глаза. Во-вторых, конечно же, это название канала. Пытаться впихнуть туда кучу ключевых слов вам точно не нужно. Это не то место для ключевых слов. Просто назовите его так, как называется ваш бренд. Конечно же, уделите кучу внимания вашей шапке. Это очень важно. Лучше потратить на дизайнера, который нарисует вам красивую, привлекательную шапку, которая будет красиво смотреться как на мобильных устройствах, так на десктопе и даже на ТВ. В-четвертых, это, конечно же, оформление главное. Конечно, если у вас еще не загружены видео, то вы не сможете ничего оформить, оформлять нечего. Но если вы уже загрузили хотя бы 2-3 видео, то уже можно проработать главное до мелочей. Ну и, конечно же, не забывайте о плейлистах. Заранее продумайте, какие у вас будут плейлисты. Заранее продумайте, какие видео в какой плейлист будут входить. Потому что это очень важно. Важно вывести плейлисты на главную. Потому что, как я уже сказала, главная очень важна. Также не забудьте снять коротенький, где-то 1-минутный, 2-минутный трейлер вашего канала, где вы расскажете, почему человек, который еще не подписался на ваш канал, должен быть на него подписан. Если вы на первых этапах с позиционированием канала разобрались, ответили на все вопросы, которые я перечислила, тогда у вас не должно быть с этим никаких проблем. Затем также зайдите в настройки канала и проверьте, чтобы вы заполнили всю нужную информацию. Не забыли вставить ссылки на ваш сайт или блог. Не забыли проставить ссылки на все ваши соцсети. Поверьте, очень многие на этом этапе забывают все это оформить. А это практически 70% вашего успеха. Просто невероятно! Следующий шаг, это, конечно же, оптимизация ваших роликов. Большинство клиентов не знают, что их ролики никто не будет просматривать, если допущено где-то 75% грубых ошибок. От оптимизации зависит очень многое и зависит именно успех вашего ролика. Что же нужно оптимизировать? Конечно же, заголовок в первую очередь. Максимальное количество символов 100, но оптимальное где-то 60. Используйте похожие заголовки ваших конкурентов. Посмотрите их, проанализируйте, используйте цифры, какое-то привлекательное название, на которое бы даже вам захотелось бы кликнуть. Затем также уделяем внимание описанию самого нашего ролика. Максимальное количество символов 5000, но оптимальное решающее – это первые три абзаца. Помните, что описание вы пишете больше не для пользователя, а для поисковых роботов Google. И вот здесь как раз-таки вы можете попробовать применить свои навыки в SEO. Также, я думаю, вы видели, что часто в описании используются тайм-коды, и вам тоже важно их использовать, чтобы человек мог перейти на нужное по времени момент видео. Не забывайте, что тайм-код нужно начинать с 0 минут 00 секунд. Также не забывайте прописывать в самом описании ссылки на ваши соцсети, ссылку на ваш сайт или же на ваш блог. Ну и, конечно же, хэштеги. Обязательно прописывайте теги для вашего видео. Здесь максимальное количество символов 500, но, поверьте, самое важное – это не то, сколько хэштегов вы запихнете в этот ролик, а то, в какой очереди будут идти хэштеги. Начинать нужно именно с ваших ключей, именно симметического ядра, которое вы подобрали для этого ролика. Также, конечно, важно описание плейлистов. Там также максимальное количество символов 5000. Там вы пишете заголовок и текст. Ну, придумайте небольшой креатив. Недостаточно просто написать заголовки ваших видео, которые вы засунули в этот плейлист. Ну и, конечно же, выбор плашки для видео. Очень многие даже мы здесь допускаем ошибки. Помните, что плашка на мобильных устройствах выглядит очень мелкой, поэтому текст и сама картинка могут сливаться. Просто представьте, что плашка будет выглядеть как 2 на 3 сантиметра, то есть она будет реально очень мелкой, поэтому заранее лучше продумать, что вы будете включать в плашку, какой текст, какого спикера и так далее. Во-вторых, конечно же, плашка часто дополняет саму тему видео, поэтому вам нужно продумать, как это обыграть интересно. Например, вы можете в 2-3 символах изобразить то, о чем вы будете говорить в этом видео. Также, конечно же, уделяйте огромное внимание шрифту, который вы будете использовать, контрасту, который вы будете использовать, что у вас будет на фоне, используйте свои цвета, как своего логотипа, чтобы также ваша плашка была узнаваема. Ну и, конечно же, добавляйте не больше одного элемента на плашку, для того, чтобы просто не взвивать фокус. Шаг номер 7. Вы вроде бы создали канал, даже сняли какие-то видео, вроде бы по сценарию подобрали хорошо теги, хорошо все проработали, однако подписчики не идут. Почему? Потому что видео нужно разгонять. Недостаточно просто залить видео на канал и сидеть ждать, когда же подписчики пойдут сами по себе. Для раскручивания видео существует несколько способов, которые довольно-таки простые, однако действенные. И первый способ, это, конечно же, контекстная реклама. Я уже снимала ролик на тему того, как можно действительно за 10 центов всего лишь получить реального подписчика. И это реклама Discovery. Но реклама InStream направлена больше на количество просмотров, на охват вашего видео. И грамотное сочетание рекламы InStream и рекламы Discovery поможет вам найти новую аудиторию, которая будет все равно релевантная. Важно, конечно же, всегда менять видео для InStream и тщательно прописывать заголовки для рекламы Discovery. А вот также для рекламы Discovery очень важная, имеет роль именно плашка, потому что человек видит просто картинку и название видео. И это уже заставляет его либо нажать на видео и просмотреть, либо же нет. Discovery также лучше настраивать на тех людей, которые не являются подписчиками вашего канала, но, возможно, уже как-то взаимодействовали с видео на вашем канале. Ну, а InStream больше лучше направлять на широкую аудиторию. И в компании InStream важно уделять как раз-таки первым 50-секундам видео, потому что именно спустя это время пользователь может просто нажать пропустить ваше видео. Метод второй – это, конечно же, соцсети. Закрытые паблики, ваши страницы – все это поможет найти вам нужную целевую аудиторию. Вы также можете использовать таргетированную рекламу вместе со всеми этими методами, чтобы добиться нужного результата. Но помните, что видео для этого нужно выбирать с максимальной вовлеченностью, потому что если вы выберете скучный ролик, он может сыграть с вами злую шутку, и вы получите, наоборот, другой эффект, вас просто начнут игнорировать, где вы не видели потом. Третий метод – это комментирование. Это отличный способ, если подходить к нему с умом. Все, что вам нужно сделать, это выбрать похожие ролики. Выбрать себе ролики, на которых вы будете оставлять комментарии. Зайти на ролик, вы можете даже не лайкать его, обязательно написать комментарий, что вам понравился ролик, отметить, что вам понравилось. И очень важно задать какой-нибудь вопрос по теме. После того, как вы получите ответ от автора ролика, обязательно поблагодарить его за ответ. Лучше так делать где-то на 10 роликах, на одном ролике, на одном канале один день. И после этого вы просто посмотрите статистику, и вы увидите, как подписчиков, количество и вообще людей, которые посещают ваш канал, значительно вырастет. Следующий метод – это попасть в рекомендации. 70% людей, которые смотрят YouTube, они смотрят много роликов через рекомендации. То есть после одного ролика им попадается в рекомендации другой ролик, они на него кликают, переходят, смотрят и так по кругу. Для того, чтобы вам попасть в рекомендации, вам также нужно изучить ролики ваших конкурентов, изучить их хронометраж, здесь это очень важно. И после этого вы снимаете ролик на похожую тематику, но с более длинным хронометражом. Просто посмотрите, что ваш конкурент, возможно, упустил, потому что по статистике ролики с большим хронометражом, они попадают в рекомендации гораздо чаще, чем ролики, которые имеют гораздо меньше хронометраж. При ранжировании видео алгоритм смотрит на следующие показатели. Как часто кликают по вашему ролику, здесь важна миниатюра, как долго просматривают ваш ролик, как часто вы выпускаете ролики, насколько свежий ролик. То есть недостаточно просто создать канал, снять один ролик и уйти в закат. Нет, ролики любят постоянство. У вас должен быть какой-то график, благодаря которому вы будете выпускать свои видео. Когда система решает, показать человеку ваши ролики или нет, она опирается на такие данные, как что смотрел человек до этого, что он не любит смотреть, что он делал, что он посещает, какие ролики по хронометражу он любит смотреть. Восьмым шагом нужно напоминать аудитории, чтобы они подписались на ваш YouTube-канал, потому что люди могут забывать это делать, и это абсолютно нормально. Я сама очень часто смотрю ролики, и при этом не подписана на тех или иных блогеров. Напоминайте в начале видео, например, с помощью какого-то интересно обыгранного дизайна, или ближе к середине или к концу ролика как-то красиво, словесно это обыграл. Также завершите ролик, упоминая то, на чем вы работаете сейчас, и что людей будет ждать дальше, чтобы они остались как бы замотивированными, чтобы подписаться на ваш канал, и чтобы нажать этот заветный колокольчик, и прийти на ваш канал, посмотреть следующий ролик. Это очень важно. Общайтесь со своей аудиторией, заводите друзей, отмечайте комментарии комментаторов в своих видеороликах, вызывайте их на диалог, конечно же, отвечайте на все комментарии, которые вам пишут под роликом. Встраивайте видео на свой веб-сайт или блог, потому что таким образом вы привлечете внешнюю аудиторию. Также вы можете, например, проводить конкурсы среди ваших комментаторов. Это поможет вам увеличить количество подписчиков. Ну, вы, конечно же, конкурсы можете проводить в закрытом формате. В YouTube студии есть такая возможность и среди подписчиков провести конкурс, ну, а те, кто не подписан на ваш канал, они просто не увидят этот конкурс. Также сотрудничайте с другими каналами, проводите коллаборации, возможно, какие-то вебинары, потому что таким образом вы обмениваетесь своей аудиторией. Конечно, нужно начинать с тех каналов, которые вам по силе такого же уровня, как и вы, потому что более крупные каналы, скорее всего, даже не прочтут письмо о вашем сотрудничестве. Создавайте как вечно зеленые, так и актуальные ролики. Актуальные ролики годятся где-то на месяц-два, а вечно зеленые могут прожить год и два. Вечно зеленые ролики больше подходят под поисковые запросы, а актуальные ролики лучше всего высвечиваются и попадают как раз-таки в рекомендации. Сотрудничайте со знаменитостями, потому что знаменитость, она и без YouTube-канала, и без вашего блога, это знаменитость, и она поможет повысить узнаваемость вашего канала, вашего ролика, и такой ролик точно будет интереснее большинству. Итак, это было 8 шагов по созданию крутого вашего YouTube-канала. По статистике к 2025 году 10% зрителей, которые младше 30 лет, они просто не будут больше проплачивать обычный телевизор в привычном нам виде. Даже музыкальная индустрия, звезды, они уже первым делом выкладывают свои видеоклипы на YouTube, и уже только потом они отправляют их на музыкальные каналы, на ТВ. Так, известный видеоклип Деспасита набрал 7 миллиардов просмотров уже на YouTube. То есть мы замечаем, как обычное блогерство все время потихоньку мигрирует именно в видеоконтент, именно в YouTube. Это предсказывал еще и Нейл Паттель, и Брайан Дин еще в 2018 году. И пока что эта тенденция, она только нарастает, набирает обороты и не собирается останавливаться. Да и тем более, пока что альтернативных видеохостингов не так много и они не сильно популярны. Тот же IGTV, он не сильно популярен по сравнению с тем же YouTube, но, например, такая платформа, как TikTok, она направлена все-таки немного на другие видео, на другой формат видео. Аленка дала много классных советов по поводу продвижения видео в YouTube. Я хотел бы только дополнить, что важно иметь терпение и постоянство, потому что многие ютуберы, они проваливаются изначально, они хотят получить результаты, сняв пару видео. Однако вы не можете получить такие результаты. Возьмите, к примеру, PewDiePie. Он снял 100 видео и получил меньше 300 подписчиков. Сегодня у него больше 100 миллионов подписчиков, потому что он не сдался и продолжал снимать классный видеоконтент и искал себя. Мистер Бист, на протяжении полтора года он получил всего лишь тысячу подписчиков. Он начал в 2012, в 2014 у него появилась первая тысяча подписчиков. Он не сдался и продолжал дальше искать. Никто не знает, что работает. постоянно надо тестировать. Посмотрите наши первоначальные видео. Мы меняли наш формат, мы ездили в разные места, мы смотрели, думали и снимали на зеленом экране. Сейчас мы снимаем на улице, мы постоянно ищем, мы подбираем контент-план, мы смотрим, что лучше работает. И самое интересное, когда вы снимаете много видео, ваша уверенность растет. Потому что без уверенности как можно идти вперед? Люди, которые смотрят ваш канал, если они увидят, что вы не уверены, соответственно, результатов не будет. Но если вы начинаете сначала, вам не надо дорогое оборудование. Просто возьмите мобильный телефон, снимите обычные видео. Это поможет вам нарастить уверенность. Я вам даже рекомендую снять первых 100 каких-то плохих видео. Ничего особенного. Не парьтесь от того, что они плохие, у вас будет много хейтеров, будут слабые результаты. Но когда вы нарастите уверенность, появляются первые деньги, вы сможете уже купить какое-то более дорогостоящее оборудование и снимать более качественные видео. Николай, что ты думаешь? Согласен абсолютно. Много примеров роликов, которых я смотрю, часто я даже общаюсь с владельцами каналов, они действительно начинали все с нуля. Все снимали практически неизвестным, будучи неизвестными, так называемые ролики, у которых было там тысячи, там, две тысячи просмотров, и аудитория была там 800-100, там, 800-1000 человек. И они дорастили, добрались до успеха. Помните, что ваше видео-миллионник, а это видео, которое приносит 90% просмотров после выхода, спустя какое-то время, рано или поздно вы снимете, потому что вы угадаете с темы, угадаете с рекомендацией, угадаете оптимизации под поисковые запросы, и это к вам придет. Конечно же, постоянство – это важный фактор. Если вы хотите, чтобы ваша аудитория не превратилась в неактивную, ролики нужно снимать. Вы должны следить за такими характеристиками, как вовлеченность, то есть, насколько люди досматривают ваше видео до конца, какой процент аудитории смотрит видео полностью. Во-вторых, считайте обязательно показатель вовлеченности по взаимодействиям. Возьмите, посчитайте ваши лайки, плюс даже те же дизлайки, плюс комментарии, которые у вас есть под видео, и поделите на просмотры, и подумайте над тем, почему люди не хотят с вами общаться в этих видео. Возможно, аудитория, которую вы собрали, она сочетно холодная и неактивная. Так активизируйте, пускай она начнет с вами общаться. Куча трюков для того, чтобы комментарии появлялись. Это тоже фактор ранжирования в Ютубе, про него забывать вообще ни в коем случае нельзя. Ну и, конечно, не будьте токсичными. Сейчас любое, что-то сказанное не так, может вызвать токсичную реакцию вашей аудитории. На Ютубе уже есть такое. Затем, если вы будете грубы в комментариях, будете слишком жестко банить людей, которые вам что-то пишут, не будете мягкими, тактичными, они уйдут на другой канал, потому что каналов множество. Создается, даже не знаю, какое количество сейчас каналов, огромное число каналов состается чуть ли не каждый год. И они все выходят в Ютуб. Ютуб – это не просто соцсеть и обычный видеохостинг. Это поисковая система. И эта поисковая система напрямую интегрирована в Google. Да, Google выводит только ее, как видеохостинг, в своей поисковой выдаче. Других видеохостингов я не наблюдаю. Да, в разделе видео можно увидеть другие видео, но именно в поисковой выдаче только Ютуб. Вы не найдете там Фейсбука, вы не найдете там IGTV, там только Ютуб и больше никто другой. Поэтому Ютуб – это максимально важный приоритет в 2021 году. И если вы будете его игнорировать, вы проиграете. И хочу напоследок добавить – тестируйте. Смотрите, мы здесь, нам холодно, у нас текут сопли, мы уже устали, но мы сюда пришли, потому что мы хотим тестировать, искать новые форматы. Мы пробовали зеленая стенка, мы выезжали на Куяльник, это соленое озеро в Одессе, очень довольно-таки большое, там красивая природа. И сейчас мы здесь мерзнем, потому что мы хотим тестировать и проверять новые форматы. Всегда тестируйте, не копируйте других, ищите себя. И те видео, которые дадут вам результаты, это значит ваше направление. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться. Не забывайте также оставлять свои комментарии, задавайте вопросы, если вам что-то интересно. Напишите свой опыт в Ютубе, какой он положительный или же, возможно, негативный. Также не забывайте подписываться на наши аудиоподкасты, приходите каждый четверг на наши вебинары и обязательно вступайте в нашу Телеграм-группу, потому что у нас там живое общение. До новых встреч и удачного вам роста вашего Ютуб-канала.